Здравствуйте, друзья! Надеюсь, мой канал будет полезен для всех, кто намерен сдать экзамен по английскому IELTS. Здесь я буду разбирать ошибки своих студентов, чтобы вы также старались их избегать. Я буду делать это в программе Paint. Итак, поехали! Итак, первое задание и, соответственно, первое видео этого канала будет посвящено вот этому графику, то есть сочинению или описанию этого графика. То есть здесь мы видим процентное соотношение жителей городов и сельской местности в разных регионах нашей планеты. Давайте посмотрим, как справился с данным заданием один из моих студентов, которого зовут Максим. И так, вот мы уже вооружились красной ручкой. И первая ошибка, которая бросается в глаза, это graphs. Все-таки лучше использовать то слово, которое предлагается в условии задания, то есть бар-чарт. Граф, а граф это нечто другое, и разницу между этими двумя словами можно увидеть в Google. Ну и не provided, provided это значит в прошедшем времени, provides, provides information about people, who, ну либо who live, либо living, ну давайте мы вычеркнем это слово. То есть живущих, о людях живущих, about people living, либо если бы мы хотели сказать о людях, которые живут, about people who live in municipal areas, in all around the world. Ну, без in, просто all around the world. И, ну, наверное, все-таки, я немножко не пойму это предложение. Думаю, лучше бы высказать, in some particular regions. Ну, я вычеркну это, in some particular regions. According to the bar chart, we can see that, опять же, не in period, я бы сказала during, during the period. Не until, until это до тех пор пока не, либо пока не. Нет, поэтому просто till, без in. World, ну, наверное, нет, все-таки world. Я не поняла, что Макс хотел сказать, используя слово world, maybe, может быть, the whole world. Africa, Asia, Europe, Latin America and North America. Да, 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 ну, вот, в этом предложении вроде бы ошибок нет. The biggest, the biggest. Здесь нужно удвоить согласную, на которой заканчивается исходный, исходный вариант прилагательного. То есть, big, biggest, если перед согласной, если перед последней согласной идет краткое гласное, то согласное должна быть удвоено. Так, in a year of blah-blah-blah-blah, так не говорят. Либо in 1950, либо in the year, in the year 1950. Я даже возьму в скобочке. То есть, можно использовать без этого словосочетания. Ну, и почему вместо неопределенного артикла мы должны использовать определенный артикль, это понятно, потому что мы имеем в виду определенный код, 1950. Так, следующее предложение немножко непонятно. Все-таки я думаю, что здесь Макс подразумевал it showed. In 2007, it rose, вот мы видим здесь это слово, it rose, up to, все-таки, up to, up, up to, then, and it rose up to, ну, наверное, все-таки, если имеется в виду 2030 год, то это в будущем произойдет, it will rise up. Так, the lowest numbers, и, конечно же, не past simple, а present simple, illustrate Africa, in, опять же, 1950, без слова year. Вот здесь я бы написала, it was, it was, ну, я тут мучка, как курица лапой, it was 15% of people who live, да, здесь правильно. Так, ну, эту часть сочинения я уже проверила, просто объясню ошибки. Во-первых, здесь, в этом предложении, не passive voice, а просто, ну, past simple, то есть, it sharply increased, опять же, не until, а up to. Здесь, в следующем предложении, уже ошибка, которую мы видели раньше, during the period, from blah, 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 till 2030. И, наверное, все-таки, не grew up, а will grow up, потому что имеется в виду, период до 2030 года, который только предстоит нам встретить. Ну, и, я вижу, что сочинение не закончено, и потом, здесь нет 150 слов, так что, есть еще над чем поработать. Спасибо за то, что посмотрели первое видео моего канала, надеюсь, оно было для вас полезным. До встречи!